Всем привет! Это Brain First и перед началом этого прохождения я бы хотел сказать пару слов об игре, которую я буду проходить. Игра называется Hitman Codename 47 и как все остальные игры, которые были пройдены в бейсике за исключением Silent Hill Homecoming, он является той игрой, которую я играл очень давно. Я хочу рассказать вам немного об истории появления этой игры у меня. Дело в том, что когда мне было где-то 12 лет, 10-12 лет, в 2001 году у меня впервые появился компьютер. В тогдашние времена это была такая довольно редкая штуковина и по крайней мере у нас в городе Екатеринбург ее имел не каждый. Каждый, я думаю, просто не мог себе позволить такое чудо техники в то время. Компьютеры начали только-только появляться, там всякий интернет, но об этом немножко попозже. И у меня было всего три игры. Первая из них была сборником игр, там было 100-500 игр в одном, там всякие думы. Но самое, что хорошее, там был Mortal Kombat 4, за который я просто проводил дни и ночи. Хотя там были какие-то непонятные персонажи, которые позже даже ни разу не появились в игре. Если честно, непонятно зачем их ввели, ну пусть будут, окей. Но не про него речь. Второй игрой был Counter-Strike 1.5. Точнее, там был сборник игр, там, по-моему, был Half-Life, Poising Force и вот как раз Counter-Strike 1.5. Долго мы его настраивали, конечно, чтобы играть по интернету. У меня тогда еще был модем, лаги были жуткие, особенно на больших детализированных картах. Но все-таки я справился. Ну а третьей игрой была вот как раз она. И вот диск, который вы видите перед собой. Диск игры Hitman Codename 47. Эта игра, если честно, была моей самой любимой и самой первой в то время. И я проводил за ней гораздо, гораздо больше времени, чем за всеми остальными. Просто потому, что там была свобода. Не обязательно было проходить игру в стелсе. Можно было пройти в агрессивном виде. Нас не заставляли менять огнестрельное оружие на нож, там, или на струну. Только потому, что разработчики этого хотят. Можно было пройти, пусть им с пистолетом, с глушителем. Также, не наделав шуму и спрятав, допустим, тело. И было довольно интересно. Миссии были очень разнообразные. А главное, что антураж менялся постоянно. И именно эту игру мы сейчас и будем проходить. Я надеюсь, она вам понравится. Так же, как она мне понравилась 11 лет назад. Всем приятного просмотра. Удачи и наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я создаю новый профиль. Назову его Brain First. Ну, чтобы было, по крайней мере, хоть что-то в этой игре логично. И мы давайте-ка вместе посмотрим первую заставочку в игре. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я расскажу вам немножко об игре. Игра вышла в 2000 году. Вышла она эксклюзивом, только для ПК. И, в принципе, в то время ПК считалась очень престижной. Кажем так, консолью игровой. Но дело в том, что... Не многие знают, но и по сей день она является таковой. Так как у нас... Да, это кажется более таким дешевым способом поиграть. То есть у нас консоли стоят дорого. Но на западе и консоли, и ПК стоят примерно одинаково. И ПК стоят намного дороже, чем консоль. Поэтому им выгоднее именно играть на консоли. И именно поэтому большинство игр выходит именно на консоль. То есть, чтобы собрать хороший ПК за границей, требуется гораздо больше денег, чем консоль. Ну, я уже отошел от темы. Все-таки у нас Hitman Codename 47. И давайте разберем сначала название игры. Hitman Codename 47. Hitman переводится как наемный убийца. Codename 47. Это кодовое имя 47. Да, мы играем за клона. Мы играем не за человека, а именно за клона человека. Имя которому 47. Да, почему бы и нет. А я вам скажу, почему бы и нет. Дело в том, что хромосом в крови у нашего персонажа ровно 47 штук. Кстати, 47 хромосом бывает только у Даунов, если вы об этом еще не знали. Так что, можно сказать, что мы играем за Дауна. Почему бы и нет. Это довольно интересно. И мы еще поговорим об этом. Сюжет в этой игре довольно прост. Его даже, можно сказать, почти нет. Но кое-какие моменты все-таки нужно описать. Как вы видите, мы очнулись в психиатрической лечебнице, где нас тренирует очень загадочный голос. Этот голос принадлежит доктору Ортмайер. Именно он создал этого клона и довольно неплохо уже с ним управляется, обучая всему, что он должен знать. Обучать у нас будет владение ближним боем, то есть это владение проволокой и владение ножом. Также он будет обучать нас и огнестрельному оружию. Вы сейчас видите все сами на своих экранах. Я пока что хочу рассказать о том, что нам предстоит увидеть в этой игре. В этой игре нам придется убить четырех человек по, опять же, заказу клиентов, которые связались с тайным агентством профессиональных киллеров, на которое и работает 47-й. Четыре цели и их имена. Во-первых, это Ли Хонг, лидер конконгской триады, красный дракон. Это Пабло Очи, колумбийский наркобарон. Франц Фукс, международный террорист. И Аркадий Егоров, также известный как Борис. Он успешно торговец оружием. Все это нам предстоит сделать и помочь 47-му все-таки узнать правду о себе. Сейчас нас обучают оружием. Я решил особо не пробегать этот уровень. Дело в том, что он мне очень нравится. Не знаю почему, но действительно можно пострелять из разнообразного оружия. Чего, кстати, в игре нам практически не удастся сделать, так как в основном я буду проходить, ну или стараться проходить игру в стелсе. Так что, ну, хотя бы здесь можно вдоволь настреляться. В игре, кстати, очень много разнообразного оружия. От пистолетов до автоматов, пулеметов, снайперской винтовки. Также дробовиков. И, кстати, о дробовике я еще и поговорил. Тут очень, вообще интересная история с дробовиками. Ну, пока что идет тренировка на реакцию. Нужно поражать красные цели, не стрелять в синих. Хотя, какая разница, я вообще просто пробегал моча всех на своем пути, потому что я гребаный хитман. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так, что ж, нужно будет сейчас подняться наверх и пройти, наконец, третий этап подготовки. Здесь нам предстоит использовать более тяжелое огнестрельное оружие. Это дробовики, автоматы и снайперскую винтовку. Чего мы уж точно не будем использовать ни на одном из уровней. По крайней мере, я на это не надеюсь. Итак, дробовики. Я расскажу быстренько свое мнение о дробовике в этой игре, потому что это реально охренительная вещь. Я любил загружать, по-моему, четвертую миссию. Там, где, помните, много полицейских собираются в кафе у Лихонга, по-моему, или в каком-то, я не помню, кафе. Как оно называется? Но это не важно. В общем, берете этот дробовик и стреляете любому ублюдку в лицо. И смотрите, как его тело просто отлетает на сотни метров вперед. Это просто забавно видеть. Причем, дробовик стреляет не дробью, он стреляет одиночным патроном, но он настолько силен, что просто выносит любого. Однако, против толпы его использовать нет смысла, так как, повторюсь, стреляет не дробью, а одиночным выстрелом, как, допустим, из винтовки без прицела. Ну, как видите, точность просто поражает у этого вида оружия, так что снайперка не, не, не слышал. Ну, калашников, калашников, калашников. Ну, что можно сказать? Калашников он и в Африке. Калашников, но дело даже не в этом. Дело в том, что разброс у этого оружия... Ну, во-первых, у него вообще практически нет отдачи. Либо 47-й настолько силен, что удерживает отдачу у этого оружия. Но разброс очень велик, поэтому вдаль, даже при большом желании, вам не удастся попасть прицельно. Как видите, пули летят куда угодно, но только не в цель. А вот снайперская винтовка нам пригодится уже на следующей миссии. И, в принципе, сделана она довольно удобно. Мы не сможем использовать ее без прицеливания, то есть без прицела. То есть, как только вы нажимаете кнопку выстрела, сразу же появляется прицел. Это очень удобно и это очень правильно. В принципе, винтовка довольно прицельно бьет. Единственный минус у нее, то что по непонятным причинам Хитман может удержать отдачу АК-47, но Хитман может, скажем так, задержать дыхание, чтобы прицел не прыгал вот так вот сверху вниз и не мешал прицеливанию. Просто не может сосредоточиться человек, но трясутся руки. Бывает, бывает. Точнее, не человек, а клон. Ну да ладно. Кто вообще знает большую разницу между человеком и клоном? По-моему, это одна фигня. И вы будете, ребята, правы в этом случае. Итак, нам понадобится дробовик. Я не уверен, что я прям могу, как такой Silent Assassin, пробраться сейчас и убить первого охранника. Вот, поэтому я возьму дробовик и продемонстрирую, как же с помощью него можно уничтожить. Ну, буквально любую цель на вашем пути. Итак, вот этот парень. Ну что? Похоже, он нас не видит. Ну, это даже к лучшему. Может попробовать его задушить? А, нет, смотрите-ка. Смотрите-ка. Он хочет на нас напасть, но это была очень плохая идея. Надеюсь, что его хотя бы сошьют обратно. Так, здесь нужно будет переодеться. Не обращайте на то, что там написано наркотик. Это отличный перевод от буки. Кстати, ко мне сейчас пришел мой кот и хочет мешаться, видимо. Тоже хочет прокомментировать. Ну, я с удовольствием его выброшу на кровать, чтобы он мне больше впредь не мешал. Что ж, вторая наша жертва. В принципе, ничего сложного здесь нет. Просто прократься сзади и зарезать его. После этого пройдет небольшая заставка и миссия подойдет к своему концу. А мне остается сказать, что спасибо всем большое за просмотр. Скоро будут новые эпизоды. Так что не скучайте. С вами был BrainFirst. Всем удачи. Спасибо большое за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok